Знакомство с техникой началось прямо во дворе базы Череповецкого ОМОН. Бронированные автомобили типа «Тигр» вызвали среди детей настоящий фурор. А уже в классе суровые мужчины пытались объяснить ребятам, зачем нужны эти тяжелые машины. До сих пор ребята выезжают на территорию Северо-Каркасского региона. Буквально недавно отправили очередной отряд на замену вологодским коллегам с вологодского ОМОНа, где ребята также несут службу. Сам Евгений за время службы в командировке на Северном Кавказе побывал уже семь раз. Для детей его рассказы, как фрагменты из боевика, далекие и немного страшные. Куда ближе оказалась демонстрация милицейского вооружения. Держи патрульный поставок, например, с такой зубиночкой. Он может и щелкнуть, и подать сигнал. Все оружие отечественного производства. Вместе с устаревающими моделями детям показались современные огнестрельные вооружения. Случайное сравнение с израильским пистолетом-пулеметом УЗИ оказалось неуместным. Производство выстрела одиночным автоматическим огнем. Это не УЗИ, УЗИ, а вздыхает. Поднятые руки, как во время урока. Рассказ об оружии приходится прерывать, чтобы ответить на вопросы, далеко ли стреляет и тяжело ли. Чуть позже ребята узнали лично, сколько весят оружие и амуниция. Я думала, намного тяжелее будет это все весить. Так нормально. Мне вообще оружие нравится само по себе. Евгений учится в спортивном классе. Ему сейчас всего лишь 12, но он уже определился, что станет военным. Девчонки не скрывают, им тоже интересно. Но к оружию не тянутся. Нет, оружие не для девочек. Почему? Ну как. Больше управляются мальчики, чем мы. Это воспитание молодежи. То есть они должны знать своих, кто защищает родину, как защищает родину. Но меньше подворотнях они, как говорится, находятся. Главное, что милиционеры хотели донести до детей на этой встрече, быть мужественным можно и нужно, как на войне, так и в мирное время. И не только перед днем защитника Отечества, а круглый год. Где у тебя карта памяти? Давай, я. Ну-ка, еще раз.